Дорогие друзья, сегодня мы с вами разговариваем о такой теме, как анаболические стероиды и терапия ими ВИЧ-инфицированных пациентов. Тема довольно непростая, соответственно, сейчас будем все обсуждать. И сразу повторюсь, что здесь, наверное, разговор не будет идти о наборе какой-то мышечной массы. Здесь мы с вами сегодня обсуждаем именно такой лечебный терапевтический эффект у ВИЧ-инфицированных людей. На самом деле, это достаточно частый вопрос, с которым ко мне обращаются люди с ВИЧ-инфекцией. Просят прокомментировать, что они где-то читали, что вот анаболические стероиды, они применяются в лечении ВИЧ-инфекции. И, на мой взгляд, неправильное впечатление создается, то есть кто-то где-то, прочитав в интернете, услышал. Ну, понимаете, получается, что такое впечатление у людей, что анаболические стероиды при ВИЧ-инфекции – это некая панацея. То есть здесь и сейчас человек выпил, там, укололся, принял или прошел какой-то курс, и вот ВИЧ-инфекция растворилась. Но на самом деле, конечно же, ничего подобного не происходит. И надо понимать, что это такая вот симптоматическая терапия. И это действительно оправдано, особенно у возрастных пациентов, особенно у тех, у кого, соответственно, выражен дефицит того же тестостерона из-за возраста, да, снижение идет, или по каким-то другим причинам. В целом они позволяют все-таки поднять иммунный ответ. Вот это, безусловно, решить очень много проблем с воспалительными какими-то характерами, да. Вот, то есть, когда у нас такое полиморбидное течение различных заболеваний, вот, различные заболевания, заглушить воспалительные различные процессы, те же воспаления лимфоузлов очень благотворно влияют, вот, то есть могут вообще, в принципе, остановить в какой-то момент этот процесс, у меня был пациент. Но здесь надо понимать, что работа с иммунологом здесь обязательно, соответственно, с гипотологами, вообще с целым рядом врачей, если качественно подбирать терапию, например, на базе нашей клиники, это все возможно делать. Вот, возможно, обращаться также онлайн, если будут вопросы, и, возможно, мы снимем видео, продолжение с кем-то из врачей. Если данное конкретное видео, оно наберет хотя бы больше 100 просмотров, и особенно наберет какие-то комментарии, я увижу, что вам эта тема интересна. Ну и возвращаясь к теме, что нам нужно понимать. Если вы во время ВИЧ-инфекции лечите, соответственно, вот, решили начать условно лечить, вводить анаболические стероиды. Вы уверены, хотите, кто-то вам посоветовал, соответственно, кто-то из врачей вас поддержал, изучил ваш анамнез. То есть, точно я не могу сказать, кому они в каких случаях будут показаны, кому в каких случаях не будут показаны. Просто по той причине, что чем интересна ВИЧ-инфекция, если мы видим, наблюдаем какие-то рецидивы, это всегда полиморбидность. То есть, множество проявлений, множество различных заболеваний. То есть, это течение, так скажем, вот этих всех иммунных процессов всегда происходит по-разному. Поэтому, если мы не вдаемся в само течение ВИЧ-инфекции, да, и опять же, если интересно, я просто хочу снять про это отдельное видео и, так скажем, не растягивать данное видео. Не так я много воды всегда льет. Вот. Значит, в чем суть? Вы не отменяете вашу основную терапию. То есть, анаболические стероиды, они не способны, соответственно, полноценно заменить терапию при ВИЧ-инфекции. Вот. Это всегда как такой сопутствующий фактор с целью чего-то там остановить. Бывает вот остеопороз, допустим, у человека. Конечно, такому человеку сложно справляться. Вот. У меня был возрастной пациент, который уже пришел на коррекцию, причем захотел выйти, у него была ВИЧ-инфекция. Кто-то ему что-то посоветовал, соответственно, он использовал анаполон, соло, он же оксиметалон. Вот. Очень хороший результат получил на оксиметалоне. То есть, у него все эти там воспалительные процессы, у него и бурсит там локтевого сустава был, и колени неясного генеза, просто, соответственно, и лимфоузлы подколенные воспалялись, и сам коленный сустав, он жаловался на боли. Но, самое удивительное, он даже снимки не сделал. Просто так случилось, что вот в зале ему посоветовал кто-то там из тренировок что-то еще. На свой страх и риск он провел терапию такую оксиметалоном. И да, все хорошо. Мы сдавали анализы, в принципе, там относительно нормальные анализы, но вполне ожидаемо было снижение ЛГФСГ, которое у нас даже удалось восстановить. Вот. И просто человек как бы вошел в свой нормальный уровень жизни, естественный. Ну, получает терапию, ходит в зал, тренируется, ну и, в общем-то, живет обычной жизнью. Ну, такая вот штука приключилась. Может быть, в данном случае это было вообще несоотносимо конкретно с ВИЧ-инфекцией. Очень часто пациенты, кто в стадии ремиссии, да, они начинают соотносить любые свои, даже вот какие-то походы в зал неудачные, травмы с ВИЧ-инфекцией. Все кажется, что из-за ВИЧ-инфекции. Но это, ну, не обязательно, что вот из-за ВИЧ-инфекции так. Вот. Поэтому здесь еще надо исследовать этот момент. И каждый, вот повторюсь, я в комментариях очень вчера много было каких-то изолированных вопросов писали. И здесь повторюсь, что как снежинки течения какого-то даже заболевания одного. А когда мы говорим о ВИЧ-инфекции с сопутствующей полиморбидностью, здесь тем более нельзя дать универсального совета. Да, действительно, есть случаи, когда введение анаболических стероидов поможет, ну, чуть ли не жизнь пациенту спасти. И может быть совершенно другие случаи. Вы вводите пациенту анаболические стероиды и получаете банальную гиперкоагуляцию. На фоне гиперкоагуляции человек тоже может вплоть до летального исхода произойти, может, с человеком, с пациентом. Поэтому здесь, понимаете, обоюдоострый меч. И если уж вы решили использовать во время ВИЧ-инфекции, соответственно, дополнительно какие-то анаболические стероиды, первое, что нужно учесть, это, конечно, соответственно, все побочные эффекты. Смотрите их. Самый яркий видеоролик, это, наверное, про тестостерон-цепионат я снимал. Там подробно базовая информация. Но и по каждому препарату, будь то оксиметалон или, там, не знаю, какой-нибудь балденон, все что угодно, у меня записаны видеоролики с описанием их побочных эффектов. Гиперкоагуляция, почему я привожу пример именно ее, это самый яркий побочный эффект, который наступает от всех анаболических стероидов. Вот. Отдельная ситуация с женщинами. Тоже возможна терапия, соответственно, анаболическими стероидами женщин, но она должна быть наиболее внимательна, особенно, если есть поликистозы. Вот. То есть, ну, 10 раз нужно подумать, оправданно ли в анамнезе здесь будет данная терапия. Вот. Но в целом, с другой стороны, мы получаем очень, так скажем, огромный объем, да, терапевтического воздействия. То есть, соответственно, конечно же, воспалительные процессы все у нас будут гаситься. Количество эпитериальной ткани в кишечнике и, соответственно, у женщин, если есть там эндометриоз какой-нибудь, все вот эти вещи, они подавляются. Что, ну, весьма приятно, допустим, бывает при, опять же, той же полиморбидности, когда вот эти мелочи, они нам досаждают. И, конечно же, пациент, ну, когда он разрывается, у него куча разной клиники, пускай там даже мелкой, да, вот, то ларингология, то гинекология, то кишечник, и вот это вот все кругом идет, и непонятно, за что хвататься, ну, вот, то тут, конечно, проще, проще всего провести какой-то курс. Но, но, в идеале, вы должны посоветоваться со своим лечащим врачом, стоит этого делать или не стоит. Или с лечащим врачом, который уже, конечно, работал с инвалидическими стероидами. Не обязательно со мной, в интернете очень много людей, очень много научных работ на ПАП-меди. Вы можете сесть спокойно сами почитать, изучить ситуацию, как это происходит. Пожалуйста, все в ваших руках, и если, опять же, повторюсь, видео будет набирать, соответственно, просмотры, вот, то, естественно, мы снимем продолжение более какое-то точное, локальное, то есть, можно сказать, это такое видео-введение. Вот, главное, что хотелось бы в этом видео подчеркнуть, что бы с кем бы вы не советовались и так далее, самое главное, что понять, зафиксировать, что анаболические стероиды полностью вам не отменят необходимости в классической консервативной терапии ВИЧ-инфекции, но могут, соответственно, значительно улучшить качество вашей жизни и, опять же, может быть, сделать эту терапию не такой постоянной, просто очень много различных, соответственно, чтобы уходить в терапию ВИЧ-инфекции, нам нужно будет разобрать, какая она на Западе у нас, чем отличаются препараты. Это очень объемная тема. Не уверен, что это будет востребовано на моем канале. Дайте мне отзыв, дайте мне знать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok